Сейчас мы рассмотрим тему, которая называется так Растем и развиваемся вместе Как найти супруга, которая поможет состояться в своем призвании Сергей Филинов Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч Автор учебных курсов, программ и тренингов Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждет» Консультант по программе предбрачной подготовки Женат, воспитывает трех дочерей Как мы уже ранее говорили, во взаимоотношениях, когда развиваются они Когда мы пытаемся определиться, действительно ли это Божья воля Для конкретного избранницы, с которой я развиваю отношения Для того избранника Очень важно поговорить именно глубоко о ценностях И вот в этой теме, когда человек задается вопросом А вот будет ли вот моя вторая половинка той самой половинкой, которая поможет мне состояться в жизни Реализоваться профессионально Я думаю, что это вопрос очень важный Это вопрос ценностей Вопрос, если это человеку очень ценно, для него очень важно То этот вопрос обязательно надо выносить на обсуждение Обсуждать с тем человеком, с которым вы собираетесь развивать взаимоотношения И думаю, что только задав глубокие вопросы в отношении А что для вас значит расти Насколько это важно в сопоставлении с другими жизненными приоритетами Ведь когда мы говорим об этой теме в разрезе именно семейных отношений Очень важно все-таки определиться А что для вас семья? То есть вот семья, работа Как мы расставим приоритеты? Что из них важнее? И ведь речь не идет о времени, которое мы посвящаем Ведь в жизни действительно мы очень много времени посвящаем работе То есть основное даже время у нас дневное Когда мы наиболее плодотворно и эффективно Оно уходит действительно в профессиональную сферу И некоторые люди ощущают такую потребность, необходимость реализоваться Я как житель мегаполиса тоже прекрасно понимаю Что возможностей для этого много очень есть Чтобы состояться в какой-то профессии Достичь чего-то большего И бывает такой действительно конфликт возникает Не будет ли семья, которая у меня будет конфликтовать С моим желанием достичь чего-то высокого в профессиональной сфере Мало того, я даже, наверное, замечу, отмечу, что среда, которая бывает Вот такая в мегаполисах, она отнюдь не способствует семейной атмосфере Тому, чтобы семьи созидались Я сам слышал немалые истории, когда в международных таких известных компаниях Действительно люди делают себе карьеру Они возрастают профессионально Там очень продумана система продвижения вверх И возможности для этого есть Во всяком случае, даже есть поддержка самой компании Как человек может расти Но если посмотреть на состояние семей сотрудников Вы знаете, вот здесь вот очень сложно Очень печальная ситуация Потому что люди, оставаясь больше времени на рабочем месте Люди, посвящая себя работе К сожалению, не остается у них так много времени на то Чтобы действительно созидать семью Поэтому я бы призвал очень внимательно посмотреть А что есть семья? И хотел бы особым образом подчеркнуть Что семья – это тоже призвание Что Господь призывает нас к тому, чтобы мы созидали семью Что именно в семье Он вверил в рождение нового человека Насколько удивительно вообще вот этот Божий замысел даже Представьте, что именно любимым мужчине и женщине Он вверяет появлению новой жизни как таковой И в этом есть особый призыв Это есть призвание человека даже Для меня семья – это такой духовный институт Это Божий замысел на земле В котором человек также раскрывается Раскрывается как человек с большой буквы В котором он достигает любви Достигает большей полноты Достигает того счастья, которое есть И поэтому очень важно для меня лично Это вопрос приоритетов Я бы сказал и в своей жизни Я давно установил такой приоритет Что семья – она важнее работы Но это моя точка зрения И в то же самое время я считаю, что очень важно И бывали у меня случаи, когда приходили Обращались за помощью И когда спрашивали А как мне быть? Что моя избранница – она прекрасна Она красива Она по многим паратрам Так скажем, то, о чем я мечтал Но так получается, что я-то хочу учиться Я хочу дальше развиваться, расти А с ее стороны я вижу Ну, желание только быть Вот мамой моих детей Да, только вот по хозяйству возиться И мне это настолько как-то сложно Потому что я чувствую, что я от этого буду терять И действительно приходится взвешивать А насколько для вас важна Вот эта профессиональная реализация И в этом плане я бы действительно говорил О таком откровенном разговоре Вот со второй половинкой С кем вы развиваете взаимоотношения Что для вас особенно важно Где вы черпаете мотивацию Что будет вдохновлять вас Почему это для вас важно Я думаю, что это, может быть, и присутствует Как некий страх А что, если я какой-то ущерб буду иметь Вот когда появится семья Но, знаете, я уверен, что когда Бог соединяет людей То это не ущерб Это на самом деле большое прибавление Это возможность роста, реализации И, знаете, такие страхи бывают Я бы вот сравнил еще вот этот страх с таким Который я слышал тоже неоднократно от ребят Которые говорят Господь, я на все готов Вот как только ты мне покажешь Мою невесту Но единственное прошу И вот здесь они действительно Очень трепетно переживают И говорят Чтобы она все-таки была красивой Вот, ну никак Я боюсь Как бы ты, Господь, мне не сделал так Чтобы я, ну, на некрасивый женился Но, знаете, проходят годы Действительно, они находят своих жен Своих избранниц И они благодарят Господа Потому что Господь никогда не соединяет Тех, кто не привлекательны друг для друга И, знаете, я думаю, что даже вот в этой теме Как нам найти друг друга Чтобы мы развивались, росли вместе Я думаю, что это важная тема для обсуждений И когда Господь будет соединять пары Он действительно и на этот момент обратит Если это глубоко в вашем сердце И когда мы говорим о том Вот к чему стоит стремиться Чем стоит заниматься Как правило, отвечают две ценности Они говорят, что надо искать богатство И второе, знаменитости Вот они устремления Которые, как некая такая общая тенденция Которая стимулирует многих Для того, чтобы расти и развиваться Так вот, проводя исследования Среди этой группы И оно продолжается Еще даже до сих пор живы Несколько участников этого исследования Им уже далеко за 90 Но продолжают наблюдать за их семьями Опрашивают о здоровье Опрашивают их жены Опрашивают их детей Цель этого проекта Это узнать А что же делает человека счастливым Вообще, это очень интересный проект Потому что, опять же, продолжительность Есть возможность на протяжении Долгого периода жизни Проверять, спрашивать Общаться с человеком Потому что, как правило Вот в нашей памяти Когда мы проходим что-то Оно сглаживается Где-то углы стираются Что-то мы запоминаем Что-то не запоминаем И не всегда так легко взять Обернуться назад И сказать А вот что было ценное Вот что было самое важное в жизни И как же жаль Что я не уделял этому должное внимание Так вот, подобное исследование Оно как раз таки было направлено На то, чтобы дать людям такой ответ А что же делает нас счастливыми И я думаю, что вы уже хотите услышать ответ Так вот, ответ, к которому они пришли Что нас по-настоящему счастливыми Делают хорошие отношения Обратите внимание Среди тех, кто там был Разная судьба была у этих людей Один из них даже был президентом Соединенных Штатах Америки Кто-то спился, стал алкоголиком Но когда проводили исследования И опрашивали И делали это неоднократно Обработали десятки тысяч страниц опросов Как удивительный результат Счастливыми нас сделают хорошие отношения И какой вывод из этого можно сделать? Вывод заключается в том Что именно во взаимоотношении И даже не говорится о количестве Второй вывод, который был тоже важным Речь идет не о количестве друзей А речь идет о качестве отношений И это значит, как вывод, что Самый прямой путь к тому, чтобы обрести счастье Это действительно вкладываться в качество отношений Насколько это удивительный результат Насколько, может быть, он откликается сразу в вашем сердце И вы понимаете Да, я это чувствовал Да, я понимал, что именно отношения делают Вот это чувство полноты Целостности Счастье Обратите внимание Ведь это даже не о профессиональном призвании идет речь Речь идет о качественных взаимоотношениях с теми людьми, которые рядом с тобой И что значит вкладываться в взаимоотношения? Да, если мы осознаем, что именно качество отношений определяет, насколько мы счастливы по жизни А это значит выбирать, строить отношения Где-то, может быть, не общаться по телефону, когда рядом с тобой другой человек А отложить его в сторону и ценить тот момент, что рядом с тобой близкий твой родственник или твой друг И ты можешь с ним живой общаться и делиться чем-то важным И, к сожалению, вот эти результаты, когда о них делится директор исследования, он говорит Знаете, несмотря на то, что такой очевидный ответ Мы все равно продолжаем бежать И мы продолжаем не уделять должное внимание качественным, хорошим отношениям И он делится этим, чтобы люди, которые слышат, делали вывод А как сегодня я могу сделать что-то для того, чтобы мои взаимоотношения с другими людьми становились более качественными? Что сегодня я могу сделать для своей супруги? Что я могу сегодня сделать для своих детей? Что я могу сделать для того, кто рядом со мной живет? Нуждаются в моей помощи? Выводы показывают, что для того, чтобы действительно была счастливая жизнь, нужно вкладываться в взаимоотношения И это исследование, оно очень важно для нашего контекста, когда мы говорим о взаимоотношениях между южношей и девушкой Ведь на самом деле мы действительно жаждем обрести настоящую любовь Та, которая преодолевает любые сложности, та, о которой есть история Ну вот расскажу историю, когда дедушка, лежащий в больнице, и рядом с ним лежит его жена Их приходит, посещает внук и говорит Дедушка, вы уже с бабушкой так долго живете, у вас уже более 50 лет совместной жизни И дедушка, слушая внука, потом говорит А знаешь, сынок, внучек, о чем я жалею больше всего? Я жалею, что я еще раньше не познакомился с твоей бабушкой И мы чувствуем, что что-то откликается в этот момент в нашей душе Мы понимаем, что есть действительно просто человеческое счастье и радость Которую мы можем обрести прежде всего вот в этих семейных отношениях Где действительно созревает настоящая неподдельная любовь Но такая божественная, в которой есть жертвенность В которой есть доверие, понимание В которой есть такая поддержка, такая сила В которой ты можешь действительно достичь того, что Господь усмотрел на свою жизнь И это гораздо выше, чем даже какое-то профессиональное призвание Я убежден и верю, что вот в этой теме, если ставить вопрос Не будет ли моя семья страдать от того, что я не достигну какого-то профессионального роста Я думаю, что это ни в коем случае не является конфликтом Но прежде всего, действительно, увидеть ценность семьи, ценность качественных отношений Я думаю, это очень поможет, чтобы прежде всего, когда развиваете ценность отношений Вы смотрели на вот те чувства, те переживания На то, что действительно между вами происходит И от Бога ли это, действительно ли это та настоящая любовь Которую вы созидаете и вы приобретаете И мне хочется только пожелать, чтобы действительно в этих отношениях вы были успешны Чтобы вы действительно качественные отношения имели в той семье, которую предназначил для вас Господь Пусть Господь благословит вас, и вы сможете найти того избранника, который будет настоящей поддержкой, настоящей помощью И вы действительно сможете уже в конце жизни сказать Я благодарю тебя, Господь, что ты привел в мою жизнь этого парня, эту девушку Да благословит вас Господь! В нашей передаче сегодня гость Инна Караченцева Молодежный служитель Церкви Слов Жизни, город Санкт-Петербург И она также основатель школы призвания Путь Добрый день Добрый день еще раз И сегодня тема передачи Растем и развиваемся вместе Или как найти супруга, который поможет состояться своему призванию У вас школа, вы основали школу призвания Тема наверняка очень знакомая Призвание, что вы можете сказать вот в эту тему? Инна Караченцева Основатель служения школы призвания Служитель Церкви Слов Жизни, город Санкт-Петербург Автор программы по определению призвания «Распакуй мечту» Создатель первого в России пешего маршрута по поиску себя Путешествия по смыслам Крым Как вот найти супруга, который может помочь состоять в своем призвании То я бы сказала так Сперва войди тогда в свое призвание Если тебе это волнует А потом уже в этом призвании В этой сфере своего В смысле в области Там, куда ты войдешь Я не знаю, что это будет Может быть это будет служение в церкви Например, прославление, музыкальная сфера Может это будет врач, ты будешь доктором И это будет твое призвание Может ты будешь учителем Так вот войди в это призвание Определи, что для тебя есть твое призвание Вот в деятельности Как ты вот Девушки могут переживать Я карьеру не построю, если выйду замуж Или одно или другое Ничего подобного Просто если уж тебя так волнует То войди тогда в этом И ты тогда там В этом призвании В этой сфере Вот твоего круга общения В этой стае Как я обычно говорю В своих семинарах Вот найдешь того человека Который будет Из этой же стаи То есть вы будете Из одного круга общения И тогда будет проще Построить отношения Но если у тебя уже сейчас Есть отношения Или ты уже в браке И смотришь эту программу То рекомендация такая Что молодым людям Я бы хотела посоветовать Стремитесь помочь Вашей девушке реализоваться Вашей супруге реализоваться Не только в семейном кругу Но также у нее есть еще Помните, что есть у нее еще Духовное призвание У нее есть еще Деятельное призвание Это очень важно Потому что девушка Которая будет реализовываться Будет чувствовать Что она творит Что она творец И что она свободная личность В контексте деятельности Реализации себя В своем призвании Не только в семейном кругу Но и в других То это будет женщина Которая будет счастлива А если будет счастлива Женщина в семье То будет счастлива Вся семья И дети И мужчины ее Хорошо Спасибо вам большое Инна За эту очень мудрую Перспективу на жизнь Которая в принципе Говорит одно Что семейная жизнь Она дополняет Она привносит счастье В жизнь женщины и мужчины Когда они Им надвигаются В соответствии с Божьим замыслом Спасибо Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...